Приветствую вас, дорогая церковь! Мир вам! Примите также сердечный привет. Утром уже передавали из города Сан-Диего. Также я хотел лично от нашей семьи выразить большую благодарность вашей церкви за то, что в эту церковь стала для нас очень дорогая церковь, родная. Почему она стала родная и дорогая? Это то, что ваша церковь приняла нашу семью, моих родственников, которые переместились сюда, в этот город, год-два назад. И они также полюбили вашу церковь, и вы стали часть их семьи и часть нашей семьи. И за это мы благодарим Бога, что благодаря кровью Иисуса Христа Он объединил нас здесь. И что удивительно, когда мы смотрим сегодня вот в эти прекрасные и красивые окна, когда мы смотрим в этом мире, мы видим две вещи. То, что имеет срок годности, и то, что не имеет срок годности. И знаете, что в этом мире не имеет срок годности? Это мы, церковь Иисуса Христа. Благодаря Господу нашему Иисусу Христу, который пришел в этот мир и искупил нас. Знаете, очень интересно, сегодня утром, сегодня здесь церковь, тема о Духе Святом. И первый молодой брат, он сказал очень прекрасное слово с Галатом, пятой главы. И у меня тоже на сердце есть, а также продолжить это размышление на основе пятой главы. И, надеюсь, третий брат тоже продолжит. Но, может быть, нет. Но, знаете, что я хочу сказать, лежит у меня на сердце. Это было большой радостью. Это было большим благословением для меня, потому что это было слово ободрения, утешения. Слово, которое дает надежду на будущность. И перед тем, как мы будем приступать, я хотел обратить внимание на состояние сердца человека, который присутствует Дух Святой. Это апостол Павел. И хочу присоединиться к его словам, которые записаны в послании Коринфянам, 2 глава. Первое послание Коринфянам, 2 глава. Будем читать с первого стиха. И просто обратить внимание на состояние сердца этого человека, в котором присутствует Дух Божий. Он говорит, «И когда я пришел к вам...» Это первый стих, 2 глава Первого послания Коринфянам. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости». Другими словами, я пришел к вам, не чтобы моя речь или мудрость, или красноречие как-то отличалось от других красноречий. Но я пришел, во второй стих, «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». И вот эти слова, вы знаете, у вас в церкви сегодня конспект на стенах, выставившись в моей проповеди. Это плоды Духа Святого. И то, что мы получаем, находясь Детем Божиим, имея Дух Божий. «Я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Понимаете, друзья, здесь он не подчеркивает свои достижения. Он не пришел, чтобы подметить, насколько он квалифицирован говорить вам слово, нам слово, или слово той коринфянской церкви, когда писал. «Он полностью себя опустошил всех своих достоинств и говорит, «Я пришел к вам слабым, полным страха и трепета. И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Мы знаем, что греки, они любили говорить очень красиво и мудро. Он хотел отличиться, потому что он не полагается на личные достижения, хотя он был очень образованным человеком. Но он все, что внутри его достижения, он отодвигает и говорит, «Я хочу просто быть в твоем присутствии. Нет ничего во мне, что достойно или я заслуживаю, чем хвалиться, чтобы вера ваша утверждалась не мудрости человеческой, но силе Божьей». Вы знаете, очень интересно есть сходство этого Духа. И очень много мест, особенно когда мы читаем эти послания, которые апостолы писали церквам или друг другу, насколько они просто обогащены силой присутствия Духа Святого. И знаете, один из таких вот сильнейших качеств присутствия Бога в нашей жизни – это когда Иоанн Креститель говорит, «Чтобы я умолялся, а Он вас расстал». И когда Христос говорил на горной проповеди, Он говорил о блаженстве, о полном счастье, «Потому что все мы сегодня хотим наследовать Царство Небесное». И Христос говорит о полном блаженстве, о счастье, о тех людях, которые наследуют Царство Небесное. И почему-то Он говорит, это те, которые были нищей Духом, ибо их есть Царство Небесное. Он говорил о смирении Духа, потому что Его цель – это, опять же, не уважение или какой-то статус занять, но проповедовать Христа Распятого. И поэтому желание моего сердца сегодня – это говорить вам не проповедь, а больше, наверное, как свидетельство то, что Господь совершил в моей жизни также. Знаете, моя профессия здесь, на этой земле, на этой временной земле, она абсолютно будет бесполезна на небесах. В Царстве Божьем я не думаю, что я буду финансовым адвайзером. Но на этой временной земле, где наша жизнь, она как пар, сегодня пастор замечал это в проповеди, которые сегодня есть, а завтра нет. И моя задача в работе – это помочь людям, чтобы они могли получить чуть-чуть больше уверенности в том, что у них здесь, на земле, будет все хорошо финансово. И знаете, Господь так устроил, что довольно много богатых, состоятельных людей доверили, чтобы я управлял их деньгами – это то, к чему весь этот мир стремится. То, что для ветхого, плотского человека, человека этого мира, считается очень важным. И ирония заключается в том, что эти богатые люди, которые, имея то, над чем они переживают, они могут потерять, и которые абсолютно не знают, что ожидать завтра, они нанимают или доверяют другим людям, которые тоже не знают, что будет завтра, и что ожидать, чтобы они на основе каких-то алгоритм, на основе каких-то моделей инвестиционных, где там просчитывают статистически, какой уровень риска, ссылаясь на статистику последних 10, 15, 20 лет, и при этом они могут как-то объяснить, почему они не будут переживать, доживая или живя здесь на земле. Но вы знаете, многие из нас знают это место, где Библия в притчах говорит, что много замыслов в сердце человека, но состоится только то, что определенное Господом. И вот вы знаете, наверное, последние три года мы все были свидетелями этих изменений, которые происходили, которые лично коснулись нас в разных сферах, без разницы, где мы живем, в какой стране. Эти изменения, или то, что происходило, показало, что мы просто реагируем на события, которые происходят вокруг нас, на политическом уровне, на социальном уровне, на экономическом уровне. Знаете, прошлый понедельник я был на похорах одной из клиентки своей, ей было 97 лет. Я управляю средствами этой семьи несколько поколений. И эта семья довольно обеспечена. И вот интересно, смотря на эту всю семью, удивительно, что когда они находились на той земле, на клабище, весь этот человеческий пафос, или эта оболочка чего-то, насколько мы так сильно стараемся убедить окружающих людей, что мы что-то значим, насколько она так быстро начинала таять, и насколько она так быстро превращалась в какую-то неуверенность и страх. И Библия говорит, что кто может прибавить себе хотя бы чуть-чуть роста, или кто из нас определяет, когда мы рождаемся, в какой семье, или в какой стране. Знаете, ровно год назад мой отец, многие из вас, можете его знать, он ушел в вечность. И ровно год до этого, в 21-м году, также в начале августа, ушел в вечность мой близкий друг. Ему было 41 год. И буквально 7 месяцев до этого ушел другой близкий друг. Знаете, несмотря на то, что я родился в верующей семье, мой отец был служителем, я много сделал этих тропинок в своей голове. Почему я верующий? Господь, почему я верю в Тебя? Я верю в Тебя, потому что я родился в верующей семье, или же, потому что я верю в Тебя? В Римлянам 1 глава, в 20-м стихе, мы читаем то, что Бог так создал, что все творение вокруг нас, видимое и невидимое, оно показывает нашего Творца, так что у нас потом не будет никаких оговорок, почему, Господь, мы не знали Тебя. И после множества длительных размышлений, Слово Божие, Дух Божий, Он утвердил по милости Своей много истин в моем сердце. И это, знаете, что во всем этом я увидел две вещи. Первое, насколько Иисус, Господь, любит меня. И второе, насколько Он хочет иметь личные, близкие отношения со мной. Вот в Висянам, в первой главе, апостол Павел раскрывает в третьем стихе очень красиво такую ситуацию. Он говорит, что все благословения небесные, которые существуют там на небе, через Иисуса Христа сегодня, живя здесь, в этой временной греховной земле, в наших временных телах, мы имеем доступ получить те небесные благословения благодаря Иисусу Христу. И в четвертом стихе Он пишет, что Иисус Христос, Он избрал нас, или Бог избрал нас через Иисус, во Христе Иисусе еще до создания мира. Знаете, размышляя об этом, я подумал, «Господь, ну ты же знал, что мы восстанем против тебя. Ты же знал, что мы будем бунтовать против тебя. Зачем ты нас сотворил? Зачем? Обратите внимание, последнее слово этого стиха. Что это за слово? В любви. Вы знаете, оказывается, Господь, Он просто хотел проявить Свою любовь к нам. Оказывается, Господь сотворил нас по Своему образу и подобию для того, чтобы иметь личные отношения с нами. Он знал, что мы восстанем против него, согрешим, но Он также знал, что Он пошлет Своего Сына, Тот, Который будет примирителем, Тот, Который отдаст свою жизнь за нас, для того, чтобы Он мог проявить Свою любовь к нам и формировать эти личные и близкие отношения. И вы знаете, что очень удивительно, одна из моих любимых глав, это 14 глава Евангелиана, сегодня тоже утром эти проповедники обращали внимание на эту главу. Это очень сильная глава, потому что Христос начинает говорить, Он говорит, что не переживайте, Я ухожу приготовить место для вас, но Я не оставлю вас сиротами, Я пошлю вам Духа Своего, это Дух, это Дух, который Он будет научать вас, это будет Дух Утешитель, и Он будет научать вас, Он будет, Он Дух Истины, Он будет научать вас всему, что Я научил вас, и Он будет напоминать вам всему, что Я научил. И знаете, интересно, что рассуждая об этом, когда Он говорит, если вы любите Меня, и вы будете исполнять, вот в 14 главе она очень, очень сильная глава, дорогие братья и сестры, если вы давно ее не читали, прочитайте, пожалуйста. Но я хотел обратить внимание на любовь, в чем отличается любовь здесь на земле, ведь все среди неверующих людей, которые не знают Иисуса Христа, также есть любовь, не так ли? Люди также любят, так в чем отличается Божья любовь от человеческой любви? Вы знаете, подумайте об этом, но мы знаем, что Божья любовь, она совершенна, но что это значит, совершенна? Совершенна это значит, она не ищет своего, она безусловная. А здесь любовь, здесь на земле среди людей, хотя мы сотворены по образу и подобию, вот почему мы можем делать добро и можем любить, но мы это делаем через фильтр, который уже был corrupted, который был испорчен, искажен грехом. И он, мы все равно можем любить, но наша любовь, она условная. Как-то со своей сестрой Викой мы размышляли об этом, и она говорит, ну как, ведь есть тоже на земле безусловная любовь, например, от матери или родителей любят своих детей. Дорогие друзья, это действительно так, и в этом еще раз подтверждается милость Божья. Насколько Господь любит нас, что Он дает нам возможность понять, что значит быть Детем Божьим сотворив здесь на земле такую модель, это в принципе наверное единственная модель среди верующих и неверующих, где мы можем видеть элементы безусловной любви от родителей к детям. И это показывает нам насколько наш Господь Создатель любит нас. Если мы дети, будучи греховны, можем проявлять любовь безусловную, тем более наш Господь, который это уже совершил. Неделю назад у нас состоялась одна беседа с одними сотрудниками нашей компании, неверующие они. И в разговоре знаете, я спросил у них после того, как они сказали, что иметь детей это в принципе большой риск, потому что мы не знаем, что с ними будет, восстанут они против нас или нет, но тем не менее хотят. Я спросил, слушайте, а почему вы хотите это делать? Ну не знаем, ну наверное инстинкт какой-то, дорогие братья и сестры, этот инстинкт называется образ и подобие Божье. Здесь они не понимают, почему здесь они хотят иметь детей, но Библия говорит, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, и потому что в них заложено желание также иметь отношение, в них заложено желание также проявлять любовь, и поэтому даже люди, не зная Господа, способны это делать. И вы знаете, столько много истин в Библии говорится, что посредством Иисуса Христа мы стали детьми Божьими. И один из таких вот, наверное, ярких текстов, который многие из молодежи знают, потому что, возможно, они также были на конференции, где там говорил, что Бог есть любовь, это первая глава Евангелия Иоанна, хотел обратить внимание на 12 стих, а тем, которые, это первая глава Евангелия, 12 стих, а тем, которые приняли Его, а тем, которые поверили в имя Его, это действие человека, дальше действие Бога. Он дал власть быть детьми Божьими, которые родились не от желания плоти или от хотения мужа, но они родились от Господа. И в послании, в первом послании Коринфянам, первая глава, 9 стих, мы читаем о верности Божьей к своим детям. Написано, что верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Иисуса Христа, Господа нашего. God is faithful by whom you were called into fellowship with his son, Jesus Christ. Верность Бога проявляется, знаете, если мы обратим внимание на общение или fellowship, если мы посмотрим в подсрочном переводе, что это слово значит, это значит очень-очень близкие отношения. Верность Божия проявляется в том, что Он просто Он нас призвал быть в личных отношениях. И вы знаете, смотря на весь Новый Завет, мы видим, насколько столько много мест этого слова Божия, оно вот просто упаковано повсюду, где открывается, что Господь хочет иметь личные отношения с нами. И эти отношения взаимоотношения, они формируются в тот момент, когда мы принимаем Иисуса Христа своим личным спасителем. Вы знаете, это наподобие, как мы также слышали примеры из Библии, что Христос это жених, церковь это невеста. Вот обратите внимание, вот в сегодняшнее время, может не в сегодняшнее время, но вообще в истории, девушка порой даже не знает, что на нее парень положил глаз. Парень проявляет внимание девушки, и девушка верой принимает, что она решает, или же она верой примет, что эти отношения будут для нее благи, или она нет. В тот момент, когда она верой принимает, от нее также начинает образовываться реакция действий. в Библии открывается, что в этот момент мы получаем духовное рождение. Когда мы говорим, что мы обратились к Господу, часто идет как иллюстрация, что вот я шел в ту сторону, потом я развернулся на 180 градусов, и теперь я иду в ту сторону. Дорогие друзья, эта горизонтальная модель, это называется религия, потому что мы так можем зигзагами ходить, тут можно, тут нельзя. Апостол Павел в многих своих мест говорит о созидании, edification. Если опять же мы посмотрим, что значит edify, edification, это архитектура, строительство, которое строится вверх. Когда мы говорим о применении, когда мы принимаем Иисуса Христа, мы говорим об изменении, которые не горизонтальные изменения, но они вертикальные изменения на 90 градусов вверх. Павел очень четко описал эту ситуацию, что вот брат у меня подметил, это 16 стих 5 главе Галатом, и давайте мы еще раз откроем. Он говорит, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожжение плоти. Знаете, мне нравится другое объяснение, он говорит, исполняйте, он говорит, поступайте по духу, и тогда вы не будете идти на поводу вашей греховной природе. Знаете, я представил такую иллюстрацию, что вот на поводу, на веревке, вот мы идем на греховную плоти, на поводу. 17 стих, ибо плоть желает того, что противно духу, а дух противно во плоти. Они друг против друга противятся, так что в итоге вы не делаете того, что хотели бы. Сегодня мы думаем, Господь, почему я такой бесполезный? Почему я не ощущаю, что я делаю полезность? Дорогие братья и сестры, потому что мы постоянно, наше плоти дух бьется один против друг друга, и в итоге мы работаем бесполезно. Вы знаете, я не буду обращать такие внимания, потому что все мы знаем, что это плохо в 19 стихе, как блуд, пьянство, там, вошибство, еще какие-то. Я просто обращу внимание на то, что среди нас тоже происходит, и мы думаем, почему мы ощущаем эту пустоту, как, например, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, или как в английском написано selfish ambitions, эгоистические амбиции. Знаете, вот это написано, что Царство Божие не наследует. Да и сам Христос говорил много, о том, что кто наследует Царство Небесное. И он часто обращал внимание на плоды. Плоды. Мы только что говорили о плодах. Вот это плоды плоти, греховной плоти, когда есть вот эти всякие качества. Посмотрите, в 14 главе Иоанна Иисус очень много говорил о том, что как мы говорили, что ему нужно уйти, и он оставит вам Духа, который будет научать, будет напоминать, вести, ободрять. Он говорит, что этот Дух будет внутри вас жить. Я, Отец, мы одно. и я, мы сделаем дом внутри тебя. Знаете, что очень интересно? Меня это очень сильно поразило в том, что если мы посмотрим на историю Библии, Ветхий Завет это прообразы внешние того, что происходит на духовном уровне в Новом Завете. Даже вот посмотрите, когда Божий народ попал в рабство Египет. Рабство Египет, они там были 400 лет. Это прообраз нашего рабства греха. Когда Моисей вывел Божий народ из рабства Египета, 50 дней прошло, то есть он уже 40 дней на горе побывал, Синай спустился, и параллельно мы посмотрим 50 дней после того, как Христос воскрес, мы видим сходство. То, что когда Моисей спустился с горы Синай со скрижалями 3 тысячи людей пало. Когда Дух Святой сошел, 3 тысячи людей были присоединены к жизни вечной Царству Божьему. Там, где Дух, там, закон осуждает, там Дух Божий через Иисуса Христа освобождает, присоединяет. Плод же Духа. Давайте мы посмотрим, как нам понять, что в нас есть Дух Божий. Плод же Духа, любовь, радость, мир. Дорогие друзья, тут написано любовь или радость, или мир, или долготерпие, или благость. Нет. Это сразу все в одном. Любовь, радость, мир, долготерпие, благость, милосердие, вера, кротос, воздержание. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, это был Ной такой умный, что построил ковчег, изобретатель. Ной был послушным, и он делал то, что Господь ему повелел. И сегодня, живя в это время, находясь в Духе, это как мы находимся в ковчеге. Без разницы, что бы там ни находилось, внутри мы ощущаем эти внутренние плоды Духа, любовь, радость, мир, долготерпие, самоконтроль. Вы знаете, также было сегодня, отметили текст, со страхами, третьим, совершайте ваше спасение. Потому что следующий из тех, или по-английски, show the fruits of your salvation, покажите плоды вашего спасения. И дальше, которые совершает сам Господь. Оказывается, это Духом Святым Господь в нас совершает наш акт спасения. И позже Он, как Ноя, Он дает нам и желание, и действие согласно своей воле. Вы знаете, в заключении я хочу оставить вам эту иллюстрацию, модель, которая очень сильно коснулась моего сердца. Это 15 глава Евангелия Иоанна, где Иисус Христос, опять же, своим прекраснейшим мудростью небесной. Он раскрывает иллюстрацию. Виноградарь, который есть Господь, лоза, который есть Иисус Христос, а мы в ветви. И вот что бегает по лозе, это и есть Дух Святой. И когда мы, как веточка, прививаемся к этой лозе, и начинаем питаться этими соками, невозможно, чтобы мы не изменились внутри, невозможно. И когда мы меняемся внутри, мы внешне также меняемся. И вы знаете, так же написано в этой же главе, чего не попросите у отца, того да. Дорогие братья и сестры, скажите, пожалуйста, может ли виноградная лоза попросить у виноградаря, чтобы на этой веточке росли огурцы? Невозможно. Почему? Потому что, находясь в Духе, мы получаем радость, мир, любовь, долготерпение. И мы видим, как Господь работает среди нас, в нас, через нас, вокруг нас. Наше сердце дополняется страхом и трепетом, потому что мы понимаем, мы находимся в присутствии Бога. И мы начинаем благодарить Господа. И знаете, тогда Господь меняет, потому что тогда нам становится возможно смотреть вокруг нас и написано «Помышляйте о горнем, а не о земном». И тогда становится возможно, потому что невозможно плотью побороть себя, потому что тогда мы не находимся в радости или в мире любви. Но это только возможно, когда мы пребываем в Иисусе Христе. И Иисус Христос это есть Тот, Который дает нам возможность испытывать, ощущать это. Аминь, дорогие братья и сестры.